Итак, дорогие друзья, сегодня знаменательный день, день рождения у одного из солистов группы Доредос, Сергея. Давайте поздравим его! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Подпевай! С днём рождения, Серёжа! С днём рождения меня! Вы его уже поздравили вчера в будущем. Вот, я хотела об этом как раз спросить, как это было, как вас поздравили ваши друзья, ваши коллеги? О, это было шикарно, это замечательно, потому что мечтать просто я не мог, я мечтал, в принципе, о том, что я когда-нибудь встречу свой день рождения в таком кругу, и ребята меня поздравили, это вся команда, в принципе. Филипп Доросович, на моём дне рождения был сам Филипп Доросович, вы представляете, как я счастлив? Мы посидели скромненько, но уютно, в своей, вот, нашей командой поздравили Серёжу, вот дождались 12, потому что Филипп Доросович сегодня уехал по своим делам, и поэтому мы вчера еще, то есть сегодня, ну, самого-самого, да. Поэтому так, вот, за столом, с фруктами, с Кока-Колой и соком поздравили Сергея с днём рождения. Какой для вас самый лучший подарок на день рождения? Получали ли вы его, или еще только мечтаете о нём? Самый лучший подарок, он уже есть, потому что я работаю в такой замечательной команде, рядом с такими людьми, да и рядом с ребятами, я благодарен им, потому что мы уже 7 лет, 7 лет мы уже вместе. Да и само Евровидение, это самый подарок судьбы просто. А был торт со свечками? Будет. Будет. И какое желание же вы загадаете? Угадайте. Могу только предположить. Ну, я пожелаю здоровья нашей всей команде, потому что работа предстоит... Трепотливая. Большая, как говорится, да. Ну и пару вопросов касательно уже самого Евровидения ко всей команде, если вы не против. Номер нас сразил, весь пресс-центр, мы хлопали очень долго. Он технически очень сложный. Скажите, как проходила подготовка и сколько вы готовили свой номер? Мы готовили номер, да, правильно сказали, что номер технически очень сложный. То есть там очень много передвижений. Если бы вы видели, что делается за этой стеной... Но мы после Евровидения выложим видео с задней стеной. Потому что это нужно видеть, что там происходит. При этом нужно держать себя в руках, нужно знать точно свое место, точно когда открыть окно. То есть там очень много всяких штучек, которые нужно открыть, закрыть и знать когда-то. Потому что это травмоопасно, во-первых. Потому что если где-то никто не закроет это окно, ты, возвращаясь обратно, можешь... То есть нежные две откроются, одна не откроется. Но, слава богу, у нас команда классная. Ребята наши из Швеции, они поняли нас сразу и нашего режиссера. И поэтому, да, ушло времени очень много. Мы неделю в марте занимались, вот сразу после национального отбора. И еще пять дней буквально перед отъездом сюда, в Португалию, уже оттачивали номер с утра и до вечера. Я хотел дополнить, что при этом, когда мы открываем эти двери, окна, надо еще петь. И это очень сложно на самом деле. Потому что мы перед каждой репетицией, мы разогреваемся, мы бегаем каждый день. Ну вот такая вот физическая подготовка нужна очень сильная. Ну вряд ли у кого-то была зарядка перед номером из участников Евроидения. Была такая реакция у пресс-центра. А вот скажите, что для вас важнее, оценка компетентных членов жюри или же оценка простых обывателей, простых зрителей? Оценка, наверное, все-таки простых зрителей. Потому что мы артисты, мы поем для всех. И самое главное, для тех, кого мы можем зацепить в сердце. Потому что, да, профессиональные жюри тоже очень важно. Мы надеемся, что мы сможем и их зацепить. Потому что они уже, ну допустим, у них какой-то другой взгляд на номер, у них более профессиональный. Они видели много, их тяжело удивить, нежели чем простого обывателя. Но мы очень надеемся, что все сложится как надо. Все карты сложатся в одну колоду. И мы сможем завладеть сердцами и профессионального жюри, и простого слушателя и зрителя. И в последнюю очередь мы делаем это, в принципе, и для себя тоже. Потому что мы очень долго шли к этому. И вот сейчас настал тот момент, когда мы должны просто получить вот это удовольствие и вот эту энергию, которая просто отдает вот эту сцену. Ну, вот как-то так. Представляющий, получается. Пожелаю вам удачи от всей нашей команды АСИКАЗа. Желаю вам, чтобы все форточки открылись вовремя. Чтобы вы все получили удовольствие, потому что энергетика от вашего номера ждет потрясающая. Сегодня хорошо вам отметить. И снова в бой с новыми силами. Удачи вам, спасибо большое. Спасибо.